Скажите, а это же коммунарка, да, больница? Да. А тут с этим, с коронавирусом лежит. Да. А, да? А чтобы попасть сюда пропуск, нужен ли я там просто рваться? Скажите, а к вам, чтобы попасть пропуск, да, нужен? Куда попасть? Ну, вот, инфицированный не мог попасть. Можно я не запроведать? Подожди передать. Не уметь с ним, не уметь, как баланс. Так богучего, если заразиться, то можно. Надо, они тут хоть есть? Да. Зараженые. Я что-то не верю. Пусто у вас тут, все так. Ну, давай, я хочу, я хочу, я хочу. Так я с удовольствием заразиться. Давайте, дайте мне инфицировать. В качестве эксперимента, пожалуйста. Ладно, спасибо. Ребята, приветствую. Еду с коммунарки, с этого чернобыльской зоны. Мне так показалось. Я просто был, ну, поражен, насколько наше сознание уже внушили так, что даже я ехал, у меня как-то было страшновато. Все казалось таким серым, какой-то, ну, прям, серьезно, зона отчуждения. На самом деле, обычная больница. На территории происходит огромнейшая стройка, огромнейшая просто. Ведутся работы по ходу днем и ночью, я так понял, их будут расширять. Есть очень много недостроенных корпусов. Что сказать? На территории есть машины, обычного, ну, по всей видимости, транспорта сотрудников. На территорию не попасть. Нужен особенный пропуск. Вот. Что касаемо, там, зараженных в окнах призраков этих зомби-апокалипсиса, ну, не видел, которые, там, должны просить о помощи и махать мне рукой, типа, спаси. И, которые, там, будут с плакатами стоять в этой планете, типа, хана. Поэтому, теоретически, было очень интересно, что, ну, особо как-то не было ажиотажа. По идее, должны стекаться, там, какие-то, ну, движуха, там, я не знаю, ходить люди в этих, в костюмах. Людей в костюмах не было. Был обычный медперсонал, который перемещался в обычной маске. У некоторых даже не было перчаток, которые перемещались. Единственное, да, скорые с мигалками, где-то за период в 10 минут машин 5 приезжало, и постоянно они приезжали. Вот, что-что, касаемо скорой, ну, они приезжают. Я заснял такое скрытое видео, да, решил подойти к КПП, с кем-то пообщаться. Они особо, там, не хотели общаться. Со второй попытки вышел, стояла девушка у нее, спросил, главное ли это корпус, ну, как попасть сюда. На что она мне ответила, да, но я не с этой бригадой ничего особого вам не могу рассказать, когда я ей задал вопрос, здесь инфицированный коронавирусом, вот. Был охранник, охранник тоже не проявил желания со мной общаться, посмотрел на меня как на дебила, вот. Сказал, что может меня там поселить, я ему сказал, ну, посели, ну, мне, я готов заразиться, мне интересно, ничего страшного, переболею, это как ветрянка, на мой пока взгляд, да. Вот, он сказал, что много заболевших может оформить мне пропуск, чтобы, типа, там поселиться. Ну, я так понимаю, что его все вот это оглумление особо, ну, такое, 50 на 50. 50, что реально все серьезно, да, и, ну, там, как бы, ну, не веселятся люди. А с другой стороны, ну, фиг знает, тоже есть сомнения. Поэтому обычная больница закрытого типа, просто так не попасть, есть КПП, шлагбаумы, нужен особый пропуск. Я сказал, говорю, мне родственника проведать, сказали, ни хрена подобного, не обманывай, шарлатан. Поэтому не все так страшно, как мы думаем, не знаю, есть комментарии, пишите комментарии, может, что-то я не рассказал, отвечу на ваши вопросы. Пишите предложения, какие есть еще у нас чернобыльские зоны при коронавирусе, которые я должен посетить и провести мини-расследование. Спасибо!